13 июня Святая Церковь считает память святого мученика Ермия. Святой мученик Ермий жил во II веке. Он прослужил много лет в римской армии в Каманах, в Бантийских, на севере Малой Азии. Заканчивая службу управления Антонина Пия, будучи его в преклонном возрасте, он отказался от жалования и исповедал веру в Господа Иисуса Христа. Тотчас его схватили и привели к правителю Севастьяну, который потребовал от него принести жертву идолам, тем самым доказав свою верность императору. Ермий с возмущением отказался, за что был подвергнут пыткам. Палачи сломали ему челюсти, сняли кожу с лица, после чего бросили в раскаленную печь, откуда он, к удивлению всех, видевших это, вышел невредимым. Тогда Севастьян решил прибегнуть к помощи волхва, который приготовил отравленное питье для сотового. Но когда волх увидел, что напиток не причинил Ермию никакого вреда, он уверовал в божественное могущество Христа и тут же был обезглавлен. Ермий был подвергнут новым жестоким мучениям. Его погружали в кипящее масло, выкололи глаза, затем подвесили на три дня вниз головой. Воин Христов победоносно выдержал все испытания. Он был обезглавлен и удостоился победного мученического венца на небесах. Любой человек придет в ужас от всех тех страшных мучений, которые принес святой мученик Ермий, и будет поражен теми невероятными чудесами, которые с ним происходили. Для чего происходят чудеса? Какой в них смысл? Чудеса в церкви были всегда, и любое чудо всегда привлекает внимание как верующих, так и неверующих. Неверующие пытаются опровергнуть его с помощью логики, найти научные обоснования. Верующие же видят в нем действия благодати Божьей. Но зачем, в принципе, нужны чудеса? Чудеса являются свидетельством о Боге. Цель их – обратить неверующих к Богу, укрепить в вере. Именно чудо заставило уверовать волхва после спасения мученика Ермия, на которого не подействовал я. Чудеса были необходимы в языческом обществе среди людей, не знавших Бога. Поэтому апостольская миссия и проповеди первых христиан сопровождались многочисленными знамениями. Сейчас же, по слову святителя Иоанна Златоуста, Евангелие проповедано по всей Вселенной, поэтому необходимость в чудесах отпала. А святитель Игнатий Брянчанин упишет, «Знамения Божьи даны были в содействии Слову Божию. Знамения свидетельствовали о силе и значении Слова. Существенный деятель – Слову. Не нужны там знамения, где приемлется Слово по причине понятого достоинства, принадлежащего Слову. Знамения снисхождения к немощи человеческой». В современном обществе самая действенная проповедь – это благочестивая жизнь христиан, жизнь по евангельским заповедям. «И, учитывая все процессы и тенденции, скоро такая жизнь будет настоящим чудом». Молитва Месвятого Моченика Ермия «Да помилует нас Господь и укрепит!» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова